Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. В Финляндии прямо сейчас наблюдается острый дефицит древесины, что местное правительство, что аналитики, что население пребывают в состоянии паники. Цены на сырье растут в геометрической прогрессии, плюс 6% в сравнении с аналогичным показателем в начале года. Стоимость пиловочника подскочила на 3%, такого, как отмечают финские журналисты, не было еще никогда. Мало того, что ценник на природные ресурсы готовится пробить очередной потолок, Хельсинки и вовсе аккуратно намекнули, что дерево может на всех не хватить. Только вдумайтесь, не хватит древесины, в Финляндии густо застеленной лесными массивами стране. В дереводобывающий сектор финское руководство вложило просто немыслимые деньги, надеясь на его скорое развитие, увеличение и стабилизацию поставок. Однако не вышло, Суоми слегка не рассчитали объем спроса, он, ожидаемо, значительно превысил предложение. В такой нелегкой ситуации помощи Финляндии ждать неоткуда. Главный экспортер древесины в Скандинавию Россия больше поставками природных ресурсов в регион не занимается. Причиной тому вступление Хельсинки в НАТО и демонстративное закрытие контрольно-пропускных пунктов, абсурдные высказывания финских политиков в прессе и другие попытки страны Суоми интегрироваться в западное движение. И теперь, когда ситуация с обеспеченностью древесины постепенно превращается в катастрофу, местные политики, пытаясь оттянуть время на размышления и принятие мер, осторожно намекают СМИ на нехватку природных ресурсов. Назревает логичный вопрос, о чем топить базы, которым так долго и упорно шли Суоми. Ах, да, на ничем не обоснованные расходы американцы всегда найдут деньги и ресурсы, а вот мирные жители будут вынуждены ужаться. О том, что дефицит в Финляндии был, по сути, создан Россией, в рядах официальных лиц никто по понятным причинам не говорит. Однако за финское руководство отвечают их коллеги из политологических университетов. Эксперты отмечают, что финской древесины на всех не хватает уже на данный момент, а ее стоимость, объективно говоря, будет сохраняться на рекордно высоких позициях и дальше. Специалисты признают, что оптимальный вариант для решения проблемы сейчас вывести сложно. Понятное дело, в исторической перспективе из любых неурядиц Суоми вытаскивала старая добрая Москва. Причем вырубка своего леса Хельсинки не помогает. Скандинавские государства пользуются нашей отечественной рационального пользования лесом, вырубая ровно столько деревьев, сколько было посажено. Однако, как финны планировали быстро и безболезненно отказаться от дешевого и высококачественного сырья из России, замены которой в Европе на данный момент просто не существует, остается только гадать. Были безжалостно разорваны и все соглашения в области экологии. Российские специалисты на протяжении многих десятков лет тесно сотрудничали с финскими коллегами, разрабатывали крупнейшие проекты по переработке и занимались их партнерской реализацией. Но обо всем этом в Хельсинки забыли, что называется, по требованию США, действуйте в наших интересах даже в ущерб собственной родине, почти прямым текстом говорит Вашингтон. А что же финны? Бегут исполнять, да так, что аж пятки сверкают. России, конечно, от неприятностей в Финляндии ни горячо, ни холодно. Мы в плюсе останемся при любом раскладе. Продолжая возить дерево в страну Суоми, мы бы получали прибыль и своеобразный северный выход в Европу. Теперь же наши скандинавские товарищи сами вгоняют себя в кризис, постепенно ослабляя экономику и государственный строй. Получается, предатели наказали сами себя, точнее, только начали это самое наказание осуществлять. Власти Казахстана регулярно заверяют Россию в том, что настроены на сотрудничество и дружеские отношения. Вот только действия говорят куда больше, нежели слова и свидетельствуют об обратном, когда русские дадут газ, в Казахстане выдвинули ультиматум. Самое смешное состоит в том, что, продвигая ненавидит нас, казахстанские политики еще и требования России выдвигают. Так, казахстанский сенатор Асем Рахметова предложила правительству уточнить у России сроки газификации Северо-Казахстанской области и рассмотреть перспективы строительства магистрального газопровода с точкой подключения в районе Тюменской области. В своем выступлении Рахметова обозначила, что русская власть должна осознавать важность этого вопроса, а потому обязана своевременно привнести в него ясность и конкретизацию сроков газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Она также отметила, что для решения проблемы газификации рассматриваются альтернативные варианты, включая возможность строительства магистрального газопровода с точкой подключения в районе Ишима нашей Тюменской области. Казахи осознают, что газификация является для них одним из самых насущных вопросов, который напрямую связан с развитием экономики области, улучшением экологической ситуации и повышением уровня комфорта для своих жителей. Предполагается, что газификация даст толчок для дальнейшего развития экономики, создав условия для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и других отраслях экономики. Вместе с тем это позволит снизить себестоимость производимой продукции на 15% и улучшить экологическую обстановку путем сокращения вредных выбросов. В окружающую среду в три раза. Перспективы, конечно, впечатляющие. Россия никогда не бросала в беде своих соседей, но вот наши казахстанские коллеги не всегда оценили добродетель Владимира Путина. В соседней стране пышным цветом цветет ненавидит нас, которая откровенно поощряется. И еще одним кирпичиком в стену между народами стал запрет на въезд телеведущей Тины Кандилаки. Мы уже отмечали, Казахстан, сотрудничая с Россией по различным политическим и экономическим вопросам, продолжает смотреть в сторону Запада. Кроме того, казахские власти уже начали плясать под дудку своих европейских и американских партнеров, согласившись соблюдать санкции. Получается, казахи пытаются усидеть на двух стульях, проявляя готовность отказаться от отношений с Россией. Как только связи с Западом будут достаточно укреплены. Власти этой страны фактически одобряют ненавидит нас. Которые проявляются все чаще. Не зря Кандилаки сравнила республику с Прибалтикой, пример показательный и грустный. В городах все чаще появляются националистические группировки, которые с позволения местных властей терроризируют всю жизнь проживших в Казахстане. Кроме того, некоторыми активистами организуются и так называемые языковые патрули, которые требуют от местных жителей отказаться от использования языка. Оказалось, что Байден не виноват в том, что плохо провел дебаты, это у него команда прокололась. Мол, какие-то ненадежные люди оказались в Белом доме, непрофессиональные и практически подставили президента. Больше всех подставила, вы таки не поверите, пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, об этом сообщается большая аналитическая статья в Associated Press. Впрочем, сама Карин Жан-Пьер, разумеется, просто пыталась выполнять свою работу. Но это же не имеет особого значения, когда срочно надо найти виноватых, причем все заранее знают, что того единственного, кто реально виноват, как раз срочно требуется отмыть и обелить. А значит, в плохих дебатах Байдена виноватый назначит его пресс-секретаря, потому что, гладиолус, причина найдется, было бы желание. При этом самой Жан-Пьер дали слово в издании, но как раз для того, чтобы потом все слова вывернуть наизнанку. Вот последнее. За закрытыми дверями демократы в Сенате выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, сможет ли Байден победить на ноябрьских выборах. Настроение демократов на Капитолийском холме мрачно неопределенное, поскольку Байден сталкивается с призывами выйти из гонки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник размышляла о необычном моменте для президента и его команды, поскольку вопросы о возрасте и умственных способностях 81-летнего президента говорить торпедировать его мечты о перезбрании. «Это было беспрецедентное время. Мы имеем дело с новым моментом, с которым никогда раньше не сталкивались», — сказала она о пристальном внимании к президенту, говорится в статье. А вот потом началось. Оказывается, что Байден дал меньше интервью, чем любой из президентов за последние 35 лет. Кто виноват? Карин Жан-Пьер, конечно же. Кто же мешал ей чаще организовывать интервью для Байдена? Он бы чаще падал, чаще здоровался с призраками, чаще путался в именах, зависал перед камерами, а главное, мы бы услышали еще больше альтернативных версий его биографии в авторском исполнении. Оказывается, Карин Жан-Пьер назначала мало пресс-конференций. Оказывается, Карин Жан-Пьер мешала Байдену, кто бы мог подумать общаться с прессой. Ну, правильно, сам-то Старин Аджо был готов к форматам вроде прямой линии длительностью до 4 часов в прямом эфире, без шпаргалок и постановочных вопросов. Кстати, самые большие претензии именно за то, что пресс-служба Белого дома уже не просто стала требовать от журналистов, как было раньше список вопросов, которые те будут задавать президенту. Это прошлый век. Это были блаженные времена Псаки. Теперь все пошло дальше. Теперь в Белом доме журналистам дают список вопросов, которые те должны будут задать, и Байден все равно лажает в прямом эфире, как известно. Но в его лаже все равно виновата Карин Жан-Пьер. Как раз в тот момент, когда вы думали, что команды президента по связям с общественностью потеряли весь свой авторитет.